в этом видео уроке я вас познакомлю с эффектом молния идем в папочку генерировать открываем ее и вот здесь видим эффект молнии и применяем ее к данному отрезку допустим если у нас на этом видео изображении шел бы дождь то это видео гораздо интереснее смотрелось бы если к нему применить эффект молния по умолчанию наша молния располагается по горизонтали что смотрится не очень естественно давайте развернем ее и расположим по вертикали идем в параметры этого эффекта изменяя этот параметр мы видим что он регулирует длину нашей молнии по горизонтали берем следующий параметр и видим что мы не можем регулировать угол под которым ложится наша молния регулируя эти параметры я добилась того что наша молния ударяет по носу нашего корабля ресторана давайте просмотрим что получилось но мы видим что наша временная шкала покраснела в области этого отрезка а это означает что необходимо запустить процесс рендеринга иначе при просмотре все видео будет тормозить нажимаем кнопку enter и пошел процесс рендеринга итак давайте просмотрим вот так вот очень просто в adobe premiere можно настраивать различные художественные эффекты здесь есть еще очень много разных параметров и скорость удара молнии и количество ветвей молнии амплитуда количество повторений и так далее то есть все эффекты мы можем регулировать и просматривать его настройки также мы можем задать цвет нашей молнии переходим на значок палитры нажимаем двойным щелчком левой кнопкой мышки и открывается наша палитра ну и допустим выбираем розовый цвет можем также перемещать этот индикатор цвета останавливаем его в нужном нам месте и нажимаем ok и теперь мы видим что наша молния стала того цвета который мы выбрали также обратите внимание что временная шкала вновь подчеркнута красным цветом а это означает то что необходимо запустить процесс рендеринга нажав кнопку enter после завершения рендеринга программа adobe premiere pro в настройках по умолчанию запускает просмотр нашего проекта в точке его входа и так просматриваем и теперь видим как смотрится наша молния с новыми настройками еще в этой папочке есть эффект надпись давайте его применим и я покажу вам как он настраивается сворачиваем параметры нашей молнии давайте отключим видимость эффекта молнии и давайте первое что мы будем редактировать это размер кисти зажимаем ползунок тянем вправо и видим как на экране появляется белый кружочек который постепенно увеличивается если мы перетягиваем ползунок вот это жесткость это непрозрачность а это положение нашей маркировки на экране здесь мы также можем задать цвет нашего кружочка давайте скопируем наш эффект и вставим в это же видео откроем его параметры и давайте поднимем его выше еще раз продублируем через копировать вставить и еще раз поднимем выше и вот таким образом мы поставили значок пункта напротив которого титрами мы можем писать его название здесь также настраивается жесткость кисти и и непрозрачность то есть при желании мы можем ее сделать полупрозрачной также мы можем задавать разные значения этому параметру и ставить для него ключевые кадры вот так вот по аналогии редактируется все эффекты и и